Добрый день! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара Axelot MS Управление транспортом и перевозками. Напоминаем, что в конце вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне на панели управления. Также материалы данного вебинара вы можете найти на нашем сайте axelot.rf или axelotlogistik.ru или посмотреть на канале Axelot на YouTube. Давайте проверим звук. Если вам нас слышно, нажмите, пожалуйста, на значок поднятой руки на панели управления. Как мы видим, почти у всех собравшихся звук все в порядке. Если у вас все-таки есть проблемы, попробуйте решить их в настройках своего компьютера или отключиться и подключиться заново к нашему вебинару. Итак, мы начинаем. Ведущим вебинара выступит менеджер по работе с клиентами Базилюк Татьяна, ведущий консультант логическому направлению транспортного отдела Михаилова Наталья и Жуйков Вячеслав. Несколько слов скажу о компании. Сфера нашей деятельности – это управленческий консалтинг, автоматизация предприятий. На IT-рынке мы уже 18 лет. В нашем штате более 330 сотрудников. Офисы компании находятся в пяти различных городах. Это Москва, Иркутск, Киров, Санкт-Петербург и Ижевск. Есть представительство в Казахстане, в городе Алмата. Направлениями деятельности компании являются управление цепочками поставок, управление складской логистикой, управление транспортом и перевозками, комплексные системы ERP, управление нормативно-справочной информацией, интеграция данных и приложений, управление материально-техническим обеспечением, управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, управление финансами и корпоративной отчетностью, управление имуществом и инвентаризацией, Управление персоналом и расчет заработной платы. Управление электронным документом оборотом. Наша компания оказывает полный спектр услуг. Это оптимизация и автоматизация бизнес-процессов компании, сопровождение и поддержка систем на базе 1С предприятия, проектирование и оптимизация высоконагруженных систем, поставка оборудования под ключ и центр технической поддержки в режиме 24 на 7. Наша компания является партнером компании 1С и имеет следующие статусы. Официальный партнер фирмы 1С с 1998 года, Центр разработки тиражных решений на платформе 1С предприятия, 1С-центр ERP, 1С-консалтинг и Центр компетенции 1С-корп. Теперь я передаю слово своим коллегам. Они вам расскажут непосредственно о программном решении. Добрый день. Axelot TMS управление транспортом и перевозками представляет собой набор из четырех модулей. Это модуль управления перевозками, модуль управления автотранспортом, спутниковый мониторинг и модуль андроид-клиента. Продукты Axelot TMS используют подсистему инструментария, предназначенные для разработки конфигурации 1С-библиотека стандартных подсистем. Основными возможностями Axelot TMS управления транспортом и перевозками являются автоматизация всех типов перевозок, автоматическое и ручное планирование рейсов с подключением картографических сервисов, перевозка грузов с помощью сторонних компаний-перевозчиков, расчет стоимости перевозки, учет затрат, спутниковый мониторинг, андроид-клиент, автоматическое формирование аналитической отчетности. Сейчас непосредственно перейдем к системе. Система состоит из нескольких разделов. Раздел управления заявками, планирования рейсов, исполнения рейсов, управления транспортом и учет ГСМ, раздела нормативно-справочной информации, сервиса и настроек. В данной демонстрации подключены все модули, которые используются системой. Работа в системе начинается с поступления заявок на перевозку груза. Заявка на перевозку груза представляет собой форму, состоящую из нескольких частей. Это табличная часть заказчика, где указывается заказчик перевозки. Маршрут исследования – это отправление, где указывается отправитель, адрес отправления, временное окно, либо график работы. Таблица получения, где указывается получатель, адрес получения, также временное окно, график работы точки. На закладке груз указывается информация по грузовым местам, которые необходимо перевести. Она может быть как, например, поп-полетной, так и указываются общие характеристики груза, например, общая масса, либо объем перевозимой продукции. Также в системе реализована возможность указания товарного состава по каждому грузу. Для этого, соответственно, необходимо загрузить номенклатуру данную систему. В заявке на перевозку груза также можно указать дополнительные операции, которые необходимо произвести в точке. На данную операцию, соответственно, отводится дополнительное время, которое используется и учитывается в дальнейшем при планировании рейса. И указывается тип точки, в которой необходимо произвести данную операцию. По заявке на перевозку груза возможно рассчитать плановые доходы в случае оказания услуг по перевозке. Данные статьи доходов, в данном случае, в данной заявке, берутся из соглашения заключенного с заказчиком перевозки. Цены, которые у нас здесь выведены, соответственно, установлены в тарифных сетках, которые также задаются в системе. В отдельной группе раздела сервиса и настройки, где указываются правила расчета тарифов по перевозке. И устанавливаются данные правила, исходя из соглашения с заказчиками либо с перевозчиками. А, вот оно, да, вот я. И на закладке дополнительно указывается общая информация об авторе документа, менеджере, который заказал данную данную перевозку и логистик, который исполнил эту заявку непосредственно. А также в заявке на перевозку груза возможно указать цепь поставок, мультимодальную схему. Мультимодальная схема представляет собой схему, в которой указывается зона отправления, перевалочный пункт, хаб так называемый, и зона, где необходимо уже развести дальнейший, осуществить дальнейший развоз грузов. По таким заявкам, где указана мультимодальная схема, автоматически в системе формируются два задания, два или более заданий. Соответственно, первое задание это перевозка из центрального склада на перевалочный, и второе задание это уже непосредственно развоз с перевалочного пункта, например, как в данной заявке указано по региону. А также в заявке на перевозку груза возможно указать несколько адресов отправления или получения в зависимости от настроек вида перевозки. На основании задания, как я уже говорила, создаются задания на перевозку груза. В задании на перевозку груза также указывается заказчик перевозки, маршрут следования, информация по грузовым местам, дополнительные операции, которые необходимо осуществить в точке, и дополнительная информация об авторе данного документа. На основании задания строится вся дальнейшая работа в системе. После того, как задание на перевозку груза приобретает статус к выполнению, оно становится доступным в рабочем месте планирования рейсов. Рабочее место планирования рейсов представляет собой, ну, состоит из четырех частей. Первое – это карта, второе – это список заданий, третье – это общие параметры настройки, и четвертое – это дерево рейсов. Для того, чтобы начать работу в рабочем месте планирования рейсов, необходимо установить период планирования, который может задаваться в датах и времени, указать вид перевозки, который необходимо спланировать. Данная система поделена на несколько видов перевозки, выведен отдельно развоз по Москве, Московской области, развоз по регионам, доставка на региональный хаб, для того, чтобы все заявки, которые подходят подходит по тот или иной вид перевозки, не попадали в одно рабочее место планирования рейсов. И указывается вариант настроек. Например, для вида перевозки развоз регионы существует несколько вариантов настроек. Эти варианты настроек завязаны на зональности. То есть это Калужская область, Тульская, Рязанская, Владимирская. Если мы выбираем одну из указанных областей, то, соответственно, к планированию нам доступны только те задания, у которых адрес получения, точнее зона получения, равна выбранному нами варианту. После того, как мы указали период планирования, выбрали вид перевозки, необходимо настроить дополнительные параметры планирования. Это указать вариант оптимизации. Он может быть либо по времени, либо по расстоянию. В зависимости от выбранного варианта можно указать, ограничить длину рейса либо в километрах, либо по времени. Также возможно контролировать временные окна путем установки дополнительного признака. Контролированный показатель указывается для подбора транспортных средств. На основании данного контролируемого показателя подбираются транспортные средства под рейсом, максимальный процент загрузки транспортного средства и дополнительные признаки, позволяющие ограничить формирование рейса. Либо количество точек, либо размер груза и так далее. После того, как мы установили параметры, на рабочее место необходимо подобрать транспортные средства, с которыми необходимо произвести планирование. Система позволяет планировать рейсы с реальными транспортными средствами, как собственными, так и с реальными транспортными средствами перевозчиков, так и с виртуальными. В данный момент мы планируем рейсы с виртуальными транспортными средствами. В фоновом режиме система рассчитывает расстояние по тем заданиям, которые на данный момент есть в списке заданий в данном рабочем месте. И по команде «Спланировать рейсы» система в автоматическом режиме планирует рейсы. Сейчас она выдаст нам результат, исходя из тех доступных транспортных средств, которые мы вывели на рабочее место. Здесь мы видим, что система подобрала нам типы транспортных средств. С данного рабочего места мы можем более детально ознакомиться с рейсом, то есть отредактировать. Здесь в данном редактировании указывается порядок объезда. Мы видим точки, которые необходимо нам посетить и видим работы, которые нам необходимо выполнить. А также непосредственно в этом рабочем месте мы можем изменить порядок объезда по точкам, по командам перестановки. А сразу же система предоставит нам новые показатели рейса, с которыми мы можем либо согласиться, либо оставить их прежними. И, соответственно, на карте она также переставила эти точки. А также в системе реализовано ручное планирование рейсов. Ручное планирование рейсов можем непосредственно на карте выбрать необходимые точки, выделить точнее, выбрать их и указать транспортные средства, в которые мы хотим спланировать рейс. О том, что у нас идет превышение по какому-либо показателю, здесь просто я так взмахнулась, показателю система сигнализирует. То есть красные цифры в дереве рейсов говорят о том, что у нас идет превышение по массе на 244%. Либо мы можем выбрать задание непосредственно из списка, назначить транспортные средства и сформировать рейс также вручную. После того, как мы спланировали рейсы, в системе реализована возможность назначения транспортных средств на рейсы, в рабочем месте назначение транспортных средств на рейсы. Данное рабочее место состоит также из двух частей. Это непосредственно рейсы, которым необходимо назначить транспортные средства водителя и перевозчика. И необходимые параметры, которые можно подобрать к этим рейсам. Это тип транспортного средства, сами транспортные средства, водители и возможность осуществления тендера внутри тех перевозчиков, которые есть в данной системе, с которыми введены соглашения в системе. Назначение транспортных средств возможно осуществить автоматически путем нажатия команды «Подобрать транспортные средства». Система нам сама предложит перевозчикам транспортные средства, которые подходят по всем параметрам данного рейса. Можем применить настройки, которые предложила нам система. Также для дополнительного отбора транспортных средств существуют настройки данного рабочего места и, соответственно, параметры контроля совместимости. То есть мы можем подбирать транспортные средства по рейсу, основываясь на массу, количество мест, которые допустимы в транспортном средстве, расписание работы транспортного средства, доступность зон. То есть мы можем указать в транспортного средства ограничение по въезду в какую-либо зону, а также доступность ресурсов перевозчика, типы кузовов, температурные режимы, наличие документов. На основании данных параметров дополнительных выставленных система осуществляет планирование. Также можно осуществить подбор транспортного средства в группе рейсов по команде подобрать транспортные средства. Система нам предложит транспортные средства. Которые мы можем либо со всеми согласиться, соответственно, выставив признак, либо с частью. На данный момент я выбираю все, соглашаюсь с теми данными, которые предложила система. После того, как мы подобрали перевозчик и транспортные средства, нам необходимо на данные рейсы назначить водителей. Мы также можем, не снимая выделения, подобрать водителей. В данном случае система подбирает основных водителей, которые указаны в справочнике данного транспортного средства. Применяем изменения. Кроме автоматического подбора в системе, возможно присвоить транспортные средства перевозчика вручную. Также в данном рабочем месте мы можем, например, по указанным по нижней части перевозчикам уже увидеть расходы, которые будут... Плановые расходы по рейсу, которые у нас уже как бы рассчитаны по тем соглашениям, по тем тарифным сеткам, которые у нас введены уже в систему. То есть мы видим, что дальний свет в данном случае это собственная организация перевозчик и, соответственно, сторонние перевозчики, у которых также выведен плановый расход по рейсу. Ну, мы, например, выберем свою машину, присвоим данному рейсу в ручном режиме. Сейчас система произведет изменения. И также на закладке водителя. Водители. Значит, зеленый... Водитель, выделенный зеленым цветом, это основной водитель, который указан в справочнике транспортного средства. Подсвеченные водители – это те, которые введены в справочнике сотрудников и также являются водителями или водителями экспедиции данной фирмы. Мы также согласимся с основным водителем. Система в данный момент присвоила нам машину и водителя. После того, как мы назначили транспортные средства, указали водителей, которые будут исполнять данные рейсы, необходимо проконтролировать исполнение данных рейсов. Для этого в системе реализовано рабочее место контроля исполнения рейсов, которое также состоит из двух частей. Верхняя часть – это рейсы, которые необходимо выполнить. И нижняя часть состоит из нескольких закладок. Это непосредственно исполнение рейса, где указываются точки, которые мы должны посетить. И указывается плановое время прибытия, начало работ и убытия с точки. И непосредственно задание, которое мы должны выполнить в точке. Например, что мы должны разгрузить и выгрузить здесь 7 грузов. На закладке «Карта» указывается маршрут, следование. И на закладке «Планировщик» мы видим своеобразные точки. Но они соответствуют тем же точкам, которые указаны на закладке «Исполнение рейса» в виде квадратиков. Если они голубые, соответственно, рейс еще не начинали выполнять, и по срокам мы успеваем. Если мы прошли уже какую-то точку, то она становится зеленой. При опоздании точка подсвечивается красным цветом. В данном рабочем месте контроль исполнения рейсов. Исполнение рейсов может осуществляться несколькими способами. Первый – это в ручном режиме, когда мы можем согласиться с теми данными, которые нам предоставила система. С помощью Android-клиента осуществлять исполнение рейса. Либо с помощью данных, собранных с трекеров, то есть спутниковый мониторинг на основании событий, которые также указываются в системе. Сейчас рассмотрим ручное исполнение рейса. Если водитель, например, отзвонился логисту или диспетчеру, сказал, что он прибыл, с ним произведены работы и убыл с точки, то логист устанавливает признак выполнения работ и сохраняет изменения под данной точкой. В этот момент система формирует документ прохождения точки, где указаны все данные. Можно по каждой точке сохранять изменения, то есть создавать документ прохождения точек. Либо согласиться с плановыми датами, которые указала система, и сохранить их единовременно. Данные по времени, по дате и по времени исполнения рейса возможны к редактированию. Их можно и изменять вручную. Сейчас мы согласимся. В данный момент у нас считается рейс выполненным. Также вернемся в начало. По заявке мы можем рассчитывать плановые доходы. После того, как у нас выполнен рейс, мы можем рассчитать фактические расходы. Чуть-чуть вернусь назад в рабочее место назначения транспортных средств на рейсах. Мы произвели автоматический подбор с реальными транспортными средствами, назначили водителей. Также в ручном режиме. В системе еще реализована возможность оформления тендера среди тех перевозчиков, которые есть у нас в справочнике, с которыми мы непосредственно работаем. Для этого в рабочем месте назначения транспортных средств на рейсы необходимо по команде запросить, сформировать заявки на транспортные средства. Сейчас мы запросим у трех перевозчиков. Здесь, если установлены тарифы с данными перевозчиками, то система сразу указывает расходы, которые мы понесем по рейсу в случае соглашения, получения предложения от перевозчика и подтверждения данной заявки. После того, как мы сформировали заявки на транспортные средства, мы сейчас посмотрим, как она выглядит, эта заявка. Она несет в себе всю информацию по рейсу, указывает время начала и окончания рейса, основные характеристики, весы габаритные, какие-то прочие характеристики при их наличии. Также можно рассчитать сразу плановые расходы и указать дополнительные комментарии к заявке. И по команде отправить, сейчас я произведу это со всеми заявками, на основании событий, которые настроены в системе, на электронный адрес перевозчика приходит вот такая вот гиперссылка с указаниями, с заявкой о том, что необходимо предоставить транспортное средство на осуществление вот такого рейса. Шаблон данного письма может быть любым, в зависимости от потребностей. Перевозчик, переходя по данной ссылке, попадает на свое рабочее место. В рабочем месте он видит рейсы, которые выполняются им и те заявки, которые им получены. Вот она выглядит так, как мы отправили с расчетами. И, соответственно, на основании данной заявки может сформировать предложение, где перевозчику необходимо указать транспортное средство, которое он выбирает из справочника. Если данное транспортное средство введено уже в справочник по данному перевозчику, либо может ввести руками. Если данного транспортного средства нет в его списке, он может его добавить. При добавлении, соответственно, записывается наименование, указывается перевозчик вид автотранспорта, основные характеристики по типу транспорта подтягиваются. Также, возможно, дополнить этот справочник при необходимости, либо согласиться с тем, что введено. И указать, соответственно, сотрудника, который будет выполнять данную перевозку. После того, как предложение получено, перевозчик ждет либо подтверждение, либо отклонение своего предложения. В данный момент в рабочем месте назначения транспортных средств на рейсах мы видим, что по рейсу отправлено три заявки, получено два предложения. Мы соглашаемся, там есть еще другие. Мы выбираем одно из предложений, либо дожидаемся, когда нам все перевозчики пришлют предложение. А если мы не хотим ждать, то мы соглашаемся с тем предложением, которое у нас получено в системе, и подтверждаем данную заявку данному перевозчику. В этот момент также на основании события перевозчику приходит подтверждение о том, что мы согласны работать с ним. А остальным перевозчикам, которым отправлялась такая же заявка, приходит уведомление о том, что мы не нуждаемся в их услугах, все, перевозчик на рейс уже назначен. Соответственно, в рейсе у нас проставляется перевозчик. Вот, подтвержденный. Здесь мы видим перевозчика, транспортные средства, которые нам предоставил сотрудника. Также указывается то, что на основании подтверждения у нас была как бы согласована заявка на транспортные средства. Также указываются плановые расходы, которые взяты из предложения перевозчика. Дальнейшее исполнение рейса такое же, как и предыдущее, как я уже показывала. Либо исполнение рейса производится на основании данных, полученных от водителя, либо в момент исполнения рейса, либо поиски по факту завершения рейса, когда, например, водитель, либо путевые листы предоставил в случае, если перевозка осуществлялась собственным транспортом, либо на основании Android-клиента или спутникового мониторинга. По окончанию исполнения рейса, по заявкам, которые были включены в данный рейс, необходимо указать фактические доходы, которые мы получили по данной заявке. Для этого необходимо создать документ фактических доходов, указать заявку, по которой эти доходы получались, и указать цену. И, соответственно, по рейсу необходимо указать фактические расходы, которые были затрачены. То есть создать документ фактических расходов по рейсу, указать способ ввода расходов. Система позволяет несколькими способами вводить расходы. В данном примере рассмотрен ввод по одному рейсу. И также рассчитать расходы, либо добавить какие-то дополнительные. Если, например, у нас были какие-то штрафы в течение рейса, полученные водителем. После того, как у нас введены фактические доходы, фактические расходы по заявкам и по рейсам, возможно воспользоваться отчетом анализа маржинальности по заявкам. В данном отчете мы видим заявки в статусе выполненные, плановые доходы по заявкам, плановые затраты и фактические затраты, фактические доходы. И, соответственно, маржинальность наших заявок. А все, что касается исполнения рейса, планирования рейса, закончили пока. Сейчас предлагаю перейти к модулю управления транспортом и учету горюче-смазочных материалов. Коллеги, добрый день. Сейчас рассмотрим модуль управления транспортом и учет горюче-смазочных материалов. Данный модуль состоит из следующих блоков. Это управление транспортными средствами, блок учета горюче-смазочных материалов, блок ремонта и технического обслуживания, управление документами, учет шин, узлов и агрегатов, управление запасами и дорожные происшествия. Для начала работы в системе необходимо завести собственные транспортные средства в справочники транспортных средств. Для этого заносятся данные наименования транспортного средства, его регистрационный номер, дата выпуска, указывается вид транспорта, указывается тип транспортного средства, в типе транспортного средства перечислены его весогабаритные характеристики, указана доступность географических зон, и указан тип кузова и температурный режим, которые используются, данный параметр используется при планировании рейсов. Также в типе транспортного средства указывается устанавливаемое оборудование на транспортное средство, если оно умеется, время его монтажа и демонтажа. Далее указываем модель транспортного средства. Модель создается на основании типа транспортного средства и наследует основные весогабаритные характеристики транспортного средства. На вкладке «Прочие характеристики» можно указать основную печатную форму путевого листа по умолчанию, указать допустимую нагрузку на ось в качестве информационного поля и указать объем бака. Объем бака будет фиксировать переливы бака в путевых листах. Если у нас конечный остаток превышает объем бака, программа выдаст предупреждение. На вкладке «Гаражи» задается гаражи, к которым удранное транспортное средство относится. На вкладке «Пробег и ГСМ» отображается текущий пробег транспортного средства, основной вид топлива и остатки по топливу. В модели транспортного средства также можно задать норму расхода короче-смазочных материалов, указать основной вид топлива и норму его расхода. Норма расхода может задаваться либо на 100 км, либо на 1 час работы. В зависимости от переключателя указывается расход на 100 км, изменение расхода, так называемая транспортная работа, может быть указан расход на топитель. Если формула расчета не задана, то по умолчанию используется формула по постановлению Минтранса. Если же необходима собственная формула для расчета, мы можем задать ее в программе системе. В системе очень гибкая настройка правил расчета норм расхода ГСМ. Можем задавать собственную формулу, исходя из показателей системы и используя различные функции. В данном случае мы видим, что там формула состоит, при учете расхода ГСМ учитывается масса груза, транспортная работа умножена на пройденное расстояние и пройденное расстояние умноженное на норму расхода топлива. В принципе стандартная формула для расчета расхода ГСМ. После того, как мы создали транспортное средство, его необходимо принять к учету. Для этого в системе используется отдельный документ «Принятие к учету транспортных средств». В данном документе вносится информация по транспортному средству, его остаточная стоимость, срок использования для расчета амортизации транспортного средства. На вкладке «Агрегаты» указываются установленные агрегаты на данном транспортном средстве. Если транспортное средство идет с прицепами, то указывается на вкладке «Прицепы» прицепы, которые к данному транспортному средству относятся. На вкладке «Пробег» задается начальный пробег транспортного средства и указывается остаток топлива в баке для начала эксплуатации транспортного средства. После того, как мы ввели транспортное средство в эксплуатацию, как было показано ранее, можно спланировать на наши транспортные средства рейсы. При исполнении рейсов водителю необходимо выдать на руки путевую документацию. Это можно сделать с рабочего места диспетчеров гаража. В частности, с данного рабочего места производится выдача путевых листов. Для этого достаточно выбрать рейс по водителю транспортному средству и нажать «Команду выдать». Программа сформирует путевой лист, подтянет начальный пробег из транспортного средства, подтянет начальный остаток по топливу. Диспетчеру необходимо будет рассчитать плановый расход топлива, исходя из параметров рейса. И распечатать путевой лист для водителя. После чего водитель может отправляться на рейс. Как было показано ранее, в рабочем месте контроль и исполнение рейсов фиксируется прохождение точек водителям при помощи спутникового мониторинга, либо андроида клиента, либо при занесении данных вручную. По завершению рейса водитель возвращается на базу и ему необходимо сдать путевую документацию. Диспетчер находит по номеру путевого листа необходимый рейс. Открывает путевой лист, вносит конечный пробег по транспортному средству. Автоматически рассчитывается пробег, вносит конечный остаток в баки. Рассчитывает нормативный расход топлива и переводит путевой лист в статус «возвращен». Водитель возвернул путевой лист, данные по путевому листу мы зафиксировали. В процессе выполнения рейса водитель может осуществлять заправки, либо сливы горюче-смазочных материалов. Для этого в системе предусмотрена в процессе рейса на вкладке «Заправки и сливы» возможность добавления заправки. Указывается вид движения, либо заправка, либо слив горюче-смазочных материалов. Указывается дата заправки. Программа проводит проверку, что дата рейса у нас. Окончание даты рейса не соответствует выполнению заправки в данном рейсе. Сейчас еще раз проведем. Указывается стоимость заправки. Указывается количество заправленных литров. Если заправка осуществлялась по пластиковым картам, то указывается автозаправочная станция и указывается топливная карта, которая привязана либо к транспортному средству, либо к водителю. После чего проводим путевой лист и у нас рассчитывается фактически расход топлива. Также указывается в путевом листе экономия, пережег по путевому листу и сумма расходов. После того, как внесены все заправки в путевом листу, мы по команде «Закрыть путевой лист», указанный на панели, можем закрыть путевой лист, если все данные по нему внесены. В системе есть отчеты по управлению и контролю ГСМ, то есть можно посмотреть контроль движений горюче-смазочных материалов. Данный отчет показывает все движения горюче-смазочных материалов как в рамках путевых листов, то есть рейсов, так и вне рамок путевого листа, если были заправки. Также он фиксирует заправки или сливы ГСМ, которые были осуществлены при ремонте транспортного средства. Отчет «Контроль расхода ГСМ» показывает контроль и данные по ГСМ, которые осуществлялись в рамках рейса. Указано здесь начальный остаток, была ли это заправка или слив, фактически нормативные расходы топлива и отклонения от расхода и плановых норм. Далее рассмотрим еще один блок системы, это управление агрегатами, то есть агрегатный учет. Для фиксации в системе поступления агрегатов есть соответствующий документ поступления агрегатов. На вкладке «Агрегаты» указываются поступившие агрегаты в компанию, указывается их первоначальная стоимость, указывается начальный пробег и остаточная стоимость. Если она есть, указывается склад, на который поступают данные агрегаты и поставщик. Как мы видели ранее, в документе «Принятие к учету транспортных средств» при «Принятие к учету» мы также вводим набор агрегатов. В ходе работы с агрегатами может возникнуть потребность перемещения агрегатов между складами. Это фиксируется в системе, соответствующем документам перемещения агрегатов между складами, где указывается склад-отправитель, склад-получатель агрегатов и перечень перемещаемых агрегатов. При выходе из строя агрегатов или же по окончаниях эксплуатационной нормы в системе есть возможность списать данные агрегаты. Это делается с соответствующим документом. В списании агрегатов указывается перечень списываемых агрегатов и склад списания. В системе есть блок управления товарно-материальными ценностями или управления запасами. Он аналогичен блоку учета шин, узлов и агрегатов. Здесь также фиксируется поступление материалов предприятия на склад, либо это горюче-смазочные материалы. Также указывается склад поступления, указывается перечень горюче-смазочных материалов, их стоимостные и количественные характеристики. Указывается на вкладке запчасти, указываются поступившие запчасти на склад соответствующего поставщика. По аналогии с агрегатами также осуществляется перемещение материалов между складами и списание материалов. Для управления и планирования ремонтами в системе предусмотрен блок ремонта и техническое обслуживание. Основным документом, которым фиксируется исполнение и планирование ремонтов, является документ ремонта и техническое обслуживание. В данном документе указывается транспортное средство, на котором указывается ремонт, вид ремонта. В виде ремонта задается перечень работ по умолчанию, который осуществляется для данного вида работ. Указывается тип ремонта, это либо ремонт, либо плановое ТО, либо монтаж оборудования, либо замена агрегатов. В зависимости от типа ремонта становятся доступны следующие вкладки в документе «Ремонт». При выборе типа ремонта, монтаж оборудования и замена агрегатов становятся доступны вкладки доп. оборудования, шины, узлы и агрегаты. При выборе «Ремонт» автоматически подставляются работы по умолчанию или по ремонту, задаются плановые даты выполнения работ, по факту исполнения работ задаются фактические даты выполнения работ. Указывается, где будут выполняться работы, либо это будут выполняться работы с собственными силами, либо сторонней организацией. При исполнении работ с собственными силами мы указываем гараж, в котором выполняется ремонт и место ремонта в гараже. На вкладке «Работы» перечислены работы, которые оказывались по данному ремонту. На вкладке «ГСМ» указывается использование горюче-смазочных материалов при ремонте. На вкладке «Запчасти» указаны запчасти, которые использовались при ремонте, указывается склад, в которых эти запчасти были и их количество. При выборе другого типа ремонта, например, замены агрегатов, становится доступна вкладка «Шины-узлы-агрегаты», где можно указать устанавливаемые агрегаты, их монтаж или демонтаж этих агрегатов. Для удобства планирования ремонта в системе предусмотрено рабочее место планирования ремонтов. Данное рабочее место представлено следующим образом. Мы выбираем гараж, в котором осуществляется ремонт, выбираем период отображения – день, неделя или месяц. В данном окне у нас отображаются места ремонта данного гаража и календарный график. Справа увидим список еще нераспределенных заявок на ремонт. То есть, условно, главный механик или механик гаража может распределить заявки на ремонт, просто перетащив их в рабочее место планирования ремонтов. С желтым цветом, соответственно, подсвечиваются ремонты, которые запланированы. С зеленым цветом подсвечиваются ремонты, которых начата работа по выполнению этих ремонтов. Красным цветом отображается ремонт, который уже выполнен. Справа также есть информация по каждому ремонту, какая машина ремонтируется и вид ремонта. При необходимости можно перейти непосредственно в сам документ «Ремонт» и указать какие-то дополнительные параметры. Из рабочего места управления ремонтами также можно создавать ремонтные листы. Но основное назначение данного рабочего места – это контроль технического обслуживания машин. Данное рабочее место состоит из двух табличных частей. В верхней табличной части мы видим список транспортных средств. Внизу перечислены документы «Ремонт» и «Техническое обслуживание». При помощи кнопок «Состояние транспортных средств» можно отображать транспортные средства, которые находятся в ремонте, транспортные средства, которым требуется ремонт для технического обслуживания, и либо же отображать транспортные средства, которые не требуют ремонта. В списке транспортных средств это соответственно отображается соответствующими пиктограммами. Зеленым цветом будут выделены транспортные средства, которые не требуют ремонта. Пиктограммка с восклицательным знаком. Это значит, что требуется техническое обслуживание данных транспортных средств. И пиктограммка красного цвета обозначает, что данное транспортное средство уже находится в ремонте. О приближении технического обслуживания транспортного средства задается в модели транспортного средства на вкладке «Нормы технического обслуживания». Здесь задается период, периодичность технического обслуживания в километрах или в месяцах. Программа автоматически высчитывает прогнозируемую дату планового ТО. Она либо учитывает пройденный километраж, либо же рассчитывает раннюю дату наступления ТО. Программа высчитывает среднесуточный пробег и предлагает прогнозируемую дату в зависимости от того, что наступит раньше. Выполнится остаточный пробег или же наступит плановая дата технического обслуживания. При выборе транспортного средства в нижней части подсвечены соответствующим цветом. Жирным цветом выделены ремонтные работы, которые относятся к данному транспортному средству. Красным цветом выделены просроченные ремонтные работы. При необходимости из данного списка можно создать новый ремонтный лист на данное транспортное средство, заполнив соответствующие характеристики по документу. Немного хотел уточнить по агрегатному учету. По агрегатному учету выработка всех агрегатов фиксируется документом путевой лист. В системе есть соответствующие отчеты по выработке агрегатов, где указано, какие агрегаты на каком транспортном средстве или складе сейчас на данный момент находятся, их выработка, их нормативная эксплуатационная норма и отклонение от нормы, то есть остаточный ресурс агрегата. Перейдем теперь к блоку управления документами. Справочники типов документов транспортных средств указываются типы документов, которые используются на предприятии. Данный тип документа можно указать, выдается данный документ на транспортное средство или водителя, или же документ выдается только на транспортное средство или же только на водителя. Указывается допустимое количество транспортных средств в документе, то есть документ оформляется на одно транспортное средство, оформление документа на несколько транспортных средств или оформление документа без ограничений. Аналогичные параметры указываются для водителя. В типе документа также задаются сроки действия этого документа в месяцах и предупреждение об окончании срока действия документа. Контроль документов осуществляется в общем списке документов транспортных средств и водителей. Там, где мы указывали количество дней до напоминания, то есть программа фиксирует, что через то количество дней уже документ срок действия его истечет и предупреждает об этом. Из данного рабочего места есть возможность создать задание на продление документа транспортного средства и водителя, указав задание и исполнителя. Соответственно, данное задание у вас будет отображаться в задачах. Таким образом, пользователь будет видеть, что ему необходимо выполнить задание по продлению, например, в данном случае страховки. В системе также есть блок дорожных происшествий, который фиксирует все происшествия, которые могут произойти с машины в рейсе. Это не обязательно может быть как ДТП, это может быть какая-то поломка в пути, то есть в данном документе фиксируется рейс, в котором совершилось происшествие, прохождение, при какой прохождении точки данное происшествие осуществилось, указывается дата происшествия, время разбирательства, указывается проблема в пути, например, поломка транспортного средства. Отмечается действие, которое необходимо выполнить, то есть если была поломка, то необходимо перегрузить в другой рейс груз данной машины, либо если поломка была незначительная, можно продолжить рейс, либо же вернуться на склад, либо же не осуществлять никаких действий. Указывается место происшествия этого действия, адрес и указывается информация, которая поможет это место происшествия определить. При необходимости можно указать точную месту широту и долготу дорожно-транспортного происшествия, описать повреждения или внести номер справки о ДТП в качестве информационного поля. На вкладке «Сотрудники» указываются сотрудники, участвующие в происшествии, на вкладке «Участники» указывается перечень участников ДТП, их серия водительского удостоверения и номер водительского удостоверения. На основании происшествия в системе есть возможность создать ремонтный лист транспортного средства, указав планируемую дату ремонта, вид ремонта и данные затраты будут зафиксированы с учетом вот этого ДТП, например, которое произошло, или там поломки двигателя. Эти затраты будут указаны в рейсе в последующем. Продолжение следует...